Здравствуйте! На библейский портал Экзекет поступил вопрос, где брать силы? Источник всего благого в этом мире – это Бог. Бог сотворил мир из ничего. Соответственно, все, в том числе и силы, мы можем взять только от Господа. Ну, конечно, тут всегда вспоминается о зло, о отсутствии сил, откуда они берутся. Нет. Как вот силы – это даже проще понять, чем разница добро и зло. Потому что либо силы есть, а отсутствие сил – это не какое-то существование. Это, наоборот, отсутствие. Это небытие. Поэтому, если чем реальнее мы существуем, тем больше сил нам нужно. А с другой стороны, чем больше сил нам готов дать источник всякой силы в этом мире – это Господь Бог. Бог, который поместил и земли, чтобы она получает солнечную энергию, дал земле ядро, чтобы она и подогревалась изнутри, которая направляет силу ветра, моря. Даже вот, кажется, ну ладно, нефть используем. Мамонты умерли, остались от них вот нефтяные какие-то запасы или от динозавров. Все все равно дает нам Господь. Господь нам дает пищу во благовремени. Мы об этом и просим. Господь говорит нам. Отче наш, который на небесах, дай нам хлеб наш насущный. Хлеб наш насущный не для развлечений, чтобы вот нам поесть, а для того, чтобы нам как раз силы получить. Господь – источник этих сил. Господь каждому дает силы. И если мы об этом будем помнить, то мы будем знать, кого у них просить. Конечно, надо понимать, что поскольку Господь хочет свободного взаимодействия с нами, то не получится, что если мы сами силы не прилагаем, Господь нам силы будет давать. Потому что, помните, что Господь сказал, не вливают вино новое в мехи ветхие. Это очень многообразное толкование притчи про евангельское благовестие, про ветхие и Новый Завет, но сейчас не об этом. Ее точно так же можно отнести и к силам. Что если Господь видит, что человек, он в него вкладывает какие-то силы, таланты, возможности, а человек не приносит доброго плода, то, как древо всякое, не приносящее доброе плода, оно посекается. Не обязательно Господь прям сразу посекает, но может силы отнять. Так Господь, наоборот, может через какую-то усталость, болезнь дать нам задуматься, а туда ли мы силы свои прилагаем. Возможно, мы просто бегаем в суете, как белка в колесе, и никак к Богу не приближаемся. А Господь немножко берет, притормаживает наши колесико, и, может, правда, хомячок домашний, он думает, ой, почему не крутится колесико? Это что-то злобное произошло? Нет, это просто хозяин хомячка дает хомячку чуть-чуть передохнуть, а он то видит, что сейчас уже сердце выскочит в груди. Так и порой Господь нас сил лишает для нашей же пользы, чтобы мы остановились и призадумались. Вот, если мы вспомним, апостол Павел говорит, даже какое лицо Святой Троицы сейчас состояние дать нам силы. Так же и Дух, Святой Дух, подкрепляет нас немощных наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должен сам Дух ходаться за нас воздыханиями неизреченными. Господь, возносясь на небеса, обещает, что пошлет Духу своего утешителя. И мы, начиная каждое дело, что нам нужно в начале каждого дела? Силы. Силы это дело осуществить. Поэтому нашу молитву, Царю Небесный, утешителю души истины, перед началом любого дела, как раз мы и просим. Просим, чтобы Дух Святой действовал у нас. Но поскольку Троицы неразделимы, то мы также помним слова апостола Павла, который говорит, удивляется у всех, апостол Павел, как ты можешь, откуда вот эти силы берешь? Тебя там со стены сбрасывали, камнями побивали, вот там ты там тормился в темнице, а все равно откуда у тебя такая энергия? Апостол Павел говорит, не я живу, но живет во мне Христос. Поэтому, когда мы причащаемся телу и крови Христовы в Божественной Евхаристии, то мы соединяемся со Христом, и Христос, правда, нас живет. Правда, можно сказать, ой, я там причащаюсь, а что-то сил не прибавилось и так далее. Но тут, опять же, тогда вспомним снова про новое вино и ветхие мехи, и, возможно, дело не в том, что Христос нам сил не додал, а то, что мы их упустили.